Расскажите, при АМГ 0,42 есть ли шанс на естественную беременность в 40 лет? Я думаю, что есть. Важно, когда вот этот АМГ снизился, насколько давно, кроме антимюллерового гормона, помните, что мы смотрим фолликулостимулирующий, то есть АМГ может быть низенький, а фолликулостимулирующий может быть нормальный, то есть необязательно он повышен. И здесь зависит уже, овуляция есть или нет, то есть если фолликулостимулирующий, все другие гормоны хорошие, то в 40 лет вполне такой шанс есть. Я думаю, что можно пробовать. Соответственно, мы все другие факторы, мы тоже смотрим, можно ли как-то на гормональные, на гормоны вот эти, есть ли дефицит андрогенов, например, мы смотрим андрогенный профиль, 7-9, 7 день цикла, иногда бывает, часто бывает дефицит андрогенов, когда антимюллеров гормон снижен, когда ФСГ имеет тенденцию к повышению, андрогенный профиль смотрим, если там идет тоже, андрогены идут по более низким границам, ниже, да, вот в серединке даже, есть возможность добавлением, небольшим добавлением андрогенов, немножко улучшить эту ситуацию, чтобы рецепторный аппарат фолликула был лучше, чтобы фолликул вырабатывал больше вот этих женских половых гормонов. Дальше мы смотрим индивидуальным. Шанс в 40 лет есть, да, мы так делаем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!